Девушки отдыхают Шутка на 20 копеек Но твои вопросы тоже не на миллион Катя, где ты была? Сказала же, с Рогозиными Дома им показывала Что за допрос? Нет, а что я должен думать, когда я тебе звоню по сто раз, а ты другу не берешь? А я тебе сто раз говорила, что в том районе практически нет связи Все, тема закрыта Да нет, не закрыта, где твой телефон? У меня, мой телефон у меня Прекрасно, дай его мне, я посмотрю Сереж, ты в своем уме? Ты собираешься рыться в моем телефоне? Нет, я хочу понять, что происходит Я бы тоже этого хотела А еще мне интересно, чем привлекла твое внимание Ваша новая практикантка, что из-за нее Ты опоздал на день рождения сына Я же объяснял, если бы не задержался на работе Марина сорвала бы эфир Ну что за бред? Это не бред, это опыт Да ты о чем? А ты не понимаешь, ты все забыл Зато я прекрасно помню Твою знаменитую встречу выпускников И внезапно вспыхнувшую школьную любовь Да какая любовь? Твоей бывшей однокласснице Юли О, кстати, она же тоже была рыженькой, да? Послушай, я думал, мы эту тему закрыли еще восемь лет назад Те фотографии, подстава Я вообще-то думал, что ты мне поверила Тогда поверила А теперь, мне кажется, зря Ваня, я же сказал самолетик запускать только на улице А в окошко? Нет! А почему? Там уже улица Потому что холодно Так, Ваня, пойдем мыть руки Будем ужинать Слушай Да не совсем Давай поговорим об этом завтра А как насчет того, чтобы дать мне свой телефон? Мне тоже интересно, кто тебе названивает Может, хватит? Почему? Мне хочется знать, чем живет мой муж Что его волнует? Как самолетик, он может быть холодно? У меня был очень непростой день Во всех отношениях Мне пришлось на ходу подстраивать схему моей передачи под Ваню Мне нужно было превратить средний текст стажера В нечто более соответствующее уровню нашего ради Стажера? Кстати, твоя Марина в курсе, что у тебя есть семья? Я о своей семье почти в каждом эфире говорю Господи, о чем мы с тобой спорим? Пойдем ужинать А ладья станут Ваня! Ваня! Ваня, зачем ты открыл балкон? Ваня, Ваня, ты где? Ваня, иди кушать Сынок, мы не будем больше ругаться с мамой Выходи Ванечка, а ты где? Его нигде нет Ваня, иди кушать Ваня, иди кушать Как жаль, место и правда чудесное, но дом для нас маловат Хотелось бы и гардеробную побольше и две гостевые комнаты Да, и обязательно спортзал Да, обязательно Вы же просите нас, Катюш Это моя работа, ну что, ищем дальше? Да, конечно, ищем Всего хорошего Давай, давай, мы торопимся Всем привет, дорогие друзья С вами я, Сергей Швец И самые жизнеутверждающие новости Призма оптимизма Сергеем Швецом Привет Закончила Да никак Рогузины опять отказались На этот раз дом оказался слишком маленький Нет, я уже на работу не приеду Поеду сразу домой Ну все, пока, Ритуль Андрей, привет Я буду у тебя скоро, я тут недалеко Так, например, в австралийском городе Кеннелорд Владелица местной пекарни сделала подарок любителям просто с пончиком Это, собственно, пончик с углублением, в которое налит ароматный напиток И он покрыт сверху аппетитной сливочной пенкой Друзья, не знаю, как у вас, но у меня эта новость Оставила такое послевкусие, что я немедленно иду делать себе кофе Что и вам рекомендую До следующего эфира Ваш никогда не унывающий Сергей Швец Здравствуйте Здравствуйте И откуда ты, прелестное дитя? Марина Сотникова Студентка третьего курса журфака Меня прикрепили к вам стажироваться Хорошо Раз прикрепили, давай работать Давайте, я готова Что нужно делать? Кофе Конечно В смысле кофе Смотри Там кофейный аппарат Синяя чашка в белых горошек Моя Кофе я пью с одной ложкой сахара А что это за эксплуатация человека человеком? Да нет, это не эксплуатация Это натуральный обмен Ты мне кофе, и я тебе секретой профессии Ну хорошо Ну тогда вы посмотрите все мои материалы Один Что один? Один кофе, один материал Ты сильная? У тебя получится Я хочу Очень хочу Но пока не могу Ты сможешь Это был наш, как всегда, оптимистичный прогресс Баку Да, да, да Хорошо, мы тогда подъедем завтра После обеда, хорошо? До свидания Ого, это что, так плохо все? Нормально Товарищ стажер Предлагаю пойти пообедать А потом вернуться к работе Как тебе план? Ну, хорошо Пойдем Алло, да Сереж, привет Если ты свободен, могу тебя подхватить Котенок, извини Но у меня еще важные дела Важные дела? Ладно Тогда жду тебя дома Хорошо, пока Па, а есть еще шоколад? Есть И мне, и маму Но я больше не дам А то муженать не будешь И мама рассердится А вот мне моя бабушка все разрешает Потому что она добрая А я, выходит, злая А у Ваньки нет никакой бабушки Шурочка, ну нехорошо так говорить А вот и есть Есть у меня бабушка И где она? Ты все время с няней гуляешь Потому что моя бабушка Очень далеко У нее красная машина Большой дом Бассейн И собака И собака А вот срать нехорошо Артур, нет Ну послушай Нет, так нельзя Это же ребенок Что-то случилось? Нет, все в порядке А где Ваня? Лепят снежную бабу Ванечка, ты где? Ваня! Ваня! Вань! Ванюш! Он же только что был здесь Вань, ты где? Ванюш Ванечка! Алина! А где Ваня? Я не знаю Может быть, возле нашего дерева? Ванечка! Ваня, ты где? Ваня! Ваня, Ваня, ты где? Ванюш Здравствуй Что ты здесь делаешь? Обижаюсь А-а-а Смотри Смотри, что у меня есть Держи Спасибо Ну я думаю, нужно пойти к маме Она волнуется Ничего она не волнуется Мама на работе А когда вернется Будет ссориться с папой Ну я думаю, все равно Нужно пойти к маме Правда? Пойдем Давай ручку Пойдем Ну, наверное, уже пришла с работы Ваня 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 Он прятался там за гаражами Мы так и думали, что вы его ищете Я запрещаю тебе уходить с площадки Это понятно? Большое спасибо Я жду Я не знаю, как он так незаметно ушел Меньше по телефону нужно разговаривать Завтра, как обычно Все, пойдем домой Всего хорошего Еще раз простите Мам А почему у других есть бабушки? А у меня нет Ну, иногда так бывает Ну, у вас же с папой были мамы Значит, у меня должны быть бабушки Должны Но папина мама уехала далеко Когда он был еще совсем маленький А моя Погибла в авиакатастрофе Я хотела тебе рассказать Когда ты немного вырастешь Значит, я уже вырос А давай попросим Тетю Тамару стать моей бабушкой Она хорошая Только не очень старая Ванюш Ну, она же не имеет к нам никакого отношения Жаль Но если нельзя бабушку Можно хотя бы собачку? Нельзя У папы аллергия Мы же сто раз об этом говорили Тебе что важнее? Папа или собака? Папа, конечно Ну, вот Все Спи давай А где папа? Я не знаю Спросишь у него сам Завтра утром Ну, давай, не дуйся Все, пора спать А то еще день рождения Как проспишь Давай Спокойной ночи Спокойной ночи Привет Чего так поздно? Мы же договорились, что ты мне поможешь Катенок, пришлось задержаться Прости Возникла творческая проблема Ну, и как зовут эту Творческую проблему? Я вообще не понимаю, о чем В последнее время Мы часто не понимаем друг друга Что за глупости? Что случилось? Ну, пока ты решал свои творческие проблемы Ваня убежал с площадки Что, опять на кого-то обиделся? Не знаю, я не выясняла Очень испугалась Подожди, а Диана где была? Разговаривала по телефону В этот момент ей было не до Вани Почему люди не могут качественно выполнять свою работу? Катя Ты сейчас не права Сколько раз сама говорила Как нам повезло с няней? Да, но люди меняются И часто они в лучшую сторону Извини, но в отличие от тебя У меня сегодня хороших новостей нет Тебе не кажется, что у нас Слишком напряженная атмосфера? Но дело точно не во мне А в ком? Повесь, пожалуйста Если ты помнишь, завтра день рождения нашего сына Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Мама, а где папа? Задерживайте на работе Ну, скоро будет Здравствуй, Ванюша Здрасте С днем рождения тебя Расти здоровый, счастливый, умный и послушный Не прячься больше от мамы Ой, да тебе, держи Спасибо, отец Тамара Поздравляю Спасибо Кать, мы бы хотели Ванечку на выходные пригласить с нами поехать за город И кое с кем познакомить его Я думаю, ему будет интересно Нет Нет, спасибо А почему? Ребенок будет целый день на свежем воздухе Тамара, у нас на эти дни свои планы Извините Я, наверное, пойду тогда У меня там суп на плите стоит Да Спасибо за поздравления и за подарок Да, до свидания Сергей, за меня ником Спасибо Ты че, Натя, не прости, меня Вадим задержит Угу Как его страшно У нас отлично Папа Привет Привет Смотри, какой у меня самолетик тетя Тамара подарила Давай его прямо сейчас запустим Ну, думаю, дома этого не стоит делать А вот завтра на улице запустим Договорились? Договорились Ну все Беги А шариком? Какая милая Как классная Как настоящая А не настоящая же Тебе понравится, Вань С днем рождения Спасибо, папа Да, поняла Конечно, передам Да Держитесь Уверена, все будет хорошо Обнимаю Пока Что случилось? С кем ты разговаривала? С Наташей Они в больнице, и у Миши стало хуже Так, а что с донорской почкой Говорили же Говорили же о возможности пересадки О теоретической возможности Лист ожиданий очень большой Так а как помочь? Может мне клич в программе свою бросить? Денег соберем? Деньги тут не главное Почка нужна подходящая Кать Ну не сердись на меня Я правда не мог раньше вырваться Я поняла С днем рождения Тебя С днем рождения Тебя С днем рождения Милый Ваня Ванюш, ты где? Иди задуй свечи Сынок, ты где? Ваня Нашлась пропажа Ты чего надулся? Грусть-то скугоним И будем свечи задавать Ты помнишь, что надо сделать? Нужно задуть свечи И загадать желание Только тогда оно сбудется Честно? Зуб даю Грусть-то скугоним Грусть-то скугоним Мам, помнишь, мы сегодня вечером самолет запускаем? Папа сказал, что сегодня погода летная Помню Поехали, у меня важные встречи Ну, молодец, спасибо Это что? Это второй шанс Главред разрешил еще раз выйти в эфир В вечернем калейдоскопе Прочитаете, хорошо? Ну, а что у меня остается? У нас же с тобой договор О скрепленный кофе Сережа, привет Здрасте Можете, я на пару слов Идем, идем Я смотрю, у Судникова ничего так, да? Хватка есть Посмотрим Ладно, проходи Присаживайся Сереж, я чего тебя позывал? Может, ты передумал насчет поездки, а? Да нет, Вадим, я не передумал Лос-Анджелес обойдется без меня Ну, слушай, Серег, ну, это такой шанс Год работы в одной из крупнейших вещательных американских компаний Уникальный опыт, куча новых связей Да многие об этом всю жизнь мечтают, Сережа Да я все понимаю, Вадим Но без семьи я никуда не поеду А про Катю я тебе уже давным-давно все рассказал Не знаю Не знаю, накачай ее успокоитель Перед полетом Напои коньяком, наконец Но не верю я, чтобы разумного человека невозможно было убедить А Катя твоя, между прочим, далеко не глупа Моя Катя потеряла маму вовек о катастрофе И моя Катя, призер соревнований по высшему пилотажу С тех пор ни разу в небо не смогла подняться А когда я рассказал ей о 16-часовом перелете Я такой ужас в ее глазах увидел, что сам испугался Я не буду мучить ее уговорами Жаль Мне правда жаль Ну Давай еще как-нибудь пару недель потяну А вдруг что-то поменяется А ты попробуй Давай На данный момент абонент не может приняты ваш звонок Найдите со мной в поведомлении об этой алфанате, будь ласка, извиняйше Да Извините за беспокойство, это Любовь Дмитриевна Ванина воспитательница Нас срочно закрыли на карантин Ветрянка Все детей уже забрали Остался только Ваня А я ни до вашей няни, ни до вашей жены дозвониться не смогла Хорошо, я сейчас приеду Спасибо Баба, а почему ты меня забрал? А ты что, не рад? Еще как рад А где Диана? И мама где? Понятия не имею, Ваня Исчезли куда-то Может их инопланетяне похитили А что мы тебе на работе будем делать? Как что? Мы будем вести призму оптимизма Мы? Ну а почему нет? Вот представь Ваня и Сергей Швец в прямом эфире А? Как идея? Ну хорошо А маме скажем? Обязательно Прости, я не могу Ну а что мы будем делать? Я не знаю Мне нужно через это перешагнуть И я должна вновь полететь Но я не знаю как Ну тогда начнем с тренажера Поехали Кстати Парни В алиационном институте У них там классная аэроделемическая Вот и подходит к концу Наш не совсем обычный эфир Признаюсь честно, друзья Что работать собственным сыном Это незабываемое ощущение Может быть у кого-то из вас Дорогие радиослушатели Есть какие-то вопросы к Ване Тогда у вас для этого есть пару минут И у нас первый звонок Слушаем вас Привет, Ваня А у тебя дома есть животные? Нет У папы аллергия на собак А на котов? И на котов А на морских свинок? И пока наш юный радиослушатель Изучает детскую энциклопедию Домашних животных У нас следующий звонок Здравствуйте Меня зовут Лиза Ваня, а ты теперь всегда будешь С папой вести программу? Мы этот вопрос еще не обсуждали И у нас следующий звонок Вы в эфире Добрый вечер Ванечка А у тебя есть Какое-то заветное желание? Да Я бы очень хотела Чтобы у меня была своя бабушка Ну смею вас заверить Дорогие слушатели Что мама с папой Заменяют Ване Десяток бабушек С вами были Сергей И Ваня Швец И их двойная призма оптимизма Верьте в лучшее, друзья В любой ситуации До завтра Ребят, ну вы молодцы Я за кофе А давай позвоним маме И все ей расскажем Да запросто Слушаю вас Здравствуй, Риточка Скажи, а моя жена Она до сих пор На встрече с клиентами, да? Так она сегодня выходной взяла Да А, ну да, конечно Это я все дни перепутал Извини Пока Пока Папа, а мы сегодня будем самолет запускать? Конечно Мама Мам, а мы сегодня в то время с папой призму оптимизма вели Как здорово Жаль, что я этого не слышала А можно я с горки спущусь? Конечно Котенок, а ты где была сегодня? С Рогозиными Дома им показывала Они всю душу из меня вынули Целый день Ну Ну да, это далеко И тем более мы рассматривали несколько вариантов Я звонил тебе на работу Сказали, ты взяла выходной Сереж, я не знаю Вы, наверное, напутали Эта встреча была запланирована еще на прошлой неделе А почему Диана не забрала Ваню из садика? Ну, во-первых В детском саду сегодняшнего дня карантин А во-вторых Воспитательница не смогла дозвониться Ни до тебя, ни до Дианы Странно Может быть, что-то случилось? Разберемся Послушай, я же не дурак Что происходит? Что ты от меня скрываешь? Любовника Прячу его под кроватью Иди проверь Шутка на двадцать копеек Но твои вопросы тоже не на миллион Катя Где ты была? Сказала же С Рогозиными Дома им показывала Что за допрос? Да что я должен думать Когда я тебе звоню сто раз А ты трубку не берешь Я тебе сто раз говорила Что в том районе практически нет связи Все, тема закрыта Так, надеюсь, все Больше не придется возвращаться Вроде нет Все это слышит, Ванечка Они окончательно испортят психику ребенка Так, давай, поехали Не нишивайся Поехали, я тебе говорю Ваня Ваня, зачем ты открыл балкон? Ваня Ваня, ты где? Ваня, иди кушать Сынок, мы не будем больше ругаться с мамой Выходи Ванечка, а ты где? Его нигде нет Ваня Ты Ваню не видела? Нет, я у Егора была Его там не было Сынок Ну что? Самолетик, Вед Беги туда Я посмотрю там Скажите, вы не видели мальчика такого семи лет без верхней одежды? Видели Да, я сейчас завозил братана в больницу скорой помощи Он себе там палец оттепал бензопилой Так я там видел пацана, да, раздетого И мужик какой-то еще Поехали, покажу Поехали Да поехали Да садись Валим Катя, ну что ты делаешь? Они сказали, что видели какого-то мальчика в больнице скорой помощи Да не видели они никого Ну а вдруг? Давай съездим туда Во вторую, значит, тоже никто не поступал? Угу Спасибо Мальчик, похожий на вашего Ни в одну из больниц не поступал Но его нигде нет Ни у друзей, ни у соседей Ну смотрите, можно еще поинтересоваться в приемнике распределителя Спасибо Ребят, я все проверил за три дня Такой пацаненок к нам не поступал Да при чем тут три дня? Ваня пропал два часа назад Господи Ну не знаю Господи, где он? Что с ним? Тише, 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 родная Он найдется, просто где-то прячется Ребят, поезжайте домой И вызывайте полицию Поехали У нас не было в тот момент на кухне Когда мы вернулись, окно уже было открыто А входная дверь? Закрыта Куда же он, по-вашему, подевался из запертой квартиры? Один У нас дверь сама захлопывается бесшумно Мы подумали, что он спрятался Он так иногда делает Мы не сразу поняли, что он пропал Он играл с самолетом Так может он все-таки ушел гулять? Ну вещи-то его здесь Что он, раздетый пошел? А если он вышел к друзьям, по соседству? Нет, мы всех обошли Да, и мы всех обзвонили Когда вы обнаружили пропажу ребенка? Около восьми Мне нужна фотография вашего сына Желательно из недавних И подойдите завтра, пожалуйста, в отделение полиции Зарегистрируйте заявление Лучше после обеда Я вам сегодня пришлю его фотографии А бабушке звонили? Какой бабушке? Откуда я знаю, какой? Вот здесь написано Самолет для бабушки Очевидно, этой Да нет у него никаких бабушек Одна живет далеко А вторая умерла еще до его рождения Что вы ерунду несете? Женщина, вы, пожалуйста, успокойтесь, хорошо? Я не ерунду несу Я отрабатываю все возможные варианты Отрабатываете? У меня сын пропал А для вас это просто варианты? У вас есть дети? Это к делу не относится Кать, успокойся Следователь просто выполняет свою работу Значит, плохо выполняет Зачем она мне задает идиотские вопросы? Хватит! Прекратите истерику Я действую по протоколу А вот вы, судя по всему Плохо выполняете работу родителей Если не заметили, как ребенок вышел из дома У вас есть успокоительная? Накапайте жене и уложите спать Да и еще Составьте, пожалуйста, список всех Кто имел хоть малейшее отношение к вашему сыну И вышлите мне на почту Всего хорошего До свидания Призма оптимизма с Сергеем Швецом Эфир, пять секунд Серега, эфир Серега Призма оптимизма с Сергеем Швецом Это Сергей Швец и программа Призма оптимизма Сегодня Впервые за пять лет Я не могу поделиться с вами хорошими новостями Вчера у меня пропал сын Ваня Ему семь лет На нашем сайте мы разместили его фотографии Пожалуйста, если его кто-то видел Или что-то знает Позвоните или напишите Помогите мне найти его Спасибо Серега Работай Сереж У меня есть знакомые волонтеры Они занимаются розыском пропавших людей У них там какие-то свои схемы, алгоритмы Ну, в общем, они многие помогли Если вы хотите, я помогу с ними Марин Я буду рад любой помощи Любой Хорошо Я тогда позвоню Я думаю, что это же У-у-у! Молодцы! Рит, Рит, дай мне образец заявления на отпуск за свой счет. О, Боже. Рогозина, тебя целый час ждали. Чай весь выпили, ругались, злились. Держи. Спасибо. А что, это трешка? Ну да, на Северный. Но мы с этими домами еще не работали. Катя, у тебя все нормально? Да, все хорошо. Катя, посмотри. Как думаешь, это перспективно? Мне некогда. Кать, ну это твой район. Посмотри, пожалуйста. Это мой дом. Продавец Потапова Тамара Аркадьевна. Катя, ты чего? Где они? Где Тамара? Так съехали еще пару дней назад. Квартиру выставили на продажу. Только я не поняла, почему. Да, я в курсе, что продают. Ты знаешь, куда они переехали? Тамара толком ничего не объяснила. Была дерганная, нервная. Большое спасибо. Не за что. Я знаю, где Ванечка. У нас живут, вернее жили соседи Потаповы. Они все время вокруг Ванечки кружили, то зазывали в гости, то дарили подарки. А сейчас я узнаю, что они тайком съехали и продают квартиру. Вы вообще слышите меня? Игорь. Господи. Отмотай назад. Это они! Это Потаповы! Вы знаете, куда они переехали? Нет. Но, возможно, они купили квартиру через агентство недвижимости «Гринфилдс». Я звонила им, но они отказались мне что-либо сообщить. Говорите телефон. Сереж, я связалась с Максом, координатором волонтерской группы. Им нужны фото и список мест, где мог быть ваш сын. Вы меня слышите? Прости. Просто отберите несколько фото и отправьте на этот мейл. И чем раньше вы это сделаете, тем скорее они найдут вашего сына. А, да, конечно. Спасибо тебе большое. Это мой Ваня! Катя! Ваня! Следователь Туманова. Ваня! Ваня, тьфу! Катя, что происходит? У нас были подозрения, что в этой квартире находится несовершеннолетний Иван Швец. Простите, мы ошиблись. Почему он должен здесь находиться? Мальчик пропал. А вы попали в камеру видеонаблюдения, которая установлена у парадного приблизительно в то же время. Вчера вечером он вышел следом за вами. И вы подумали, что я украла ребенка? Это Женя. Ему пять лет и мы с мужем его усыновили. Сынок, пойди поиграй там. Мама сейчас придет. До трех лет он жил в семье, где его родители пили, дрались и орали друг на друга. Заодно и на него. Он даже пару раз бегал из дома. А потом их лишили родительских прав, и он два года провел в детском доме. Мы почти год занимались оформлением документов. Теперь это наш сын. Очень страшно, когда дети зависят от неадекватного поведения их родителей. То есть вы обвиняете нас с Сергеем, что пропал наш сын? Мы не пьем и не деремся. Нет, Катя, я вас ни в чем не обвиняю. Но если бы ребенок жил в нормальной атмосфере, он бы не прятался и не убегал. Катя, пойдемте. Простите нас еще раз. Ваня обязательно найдется. Отрицательный результат – тоже результат. Но Тамара всегда так странно себя вела по отношению к Ване. Этот их внезапный переезд. Ну что я должна была подумать? У нас принято скрывать факт усыновления. Чтоб сердобольные бабки не жалели бедного приемыша. Или чтоб нерадивая мамаша не захотела заработать на приемных родителей. Наверное, именно поэтому ваша бывшая соседка так поступила. Кстати, я разговаривала с вашей няней Дианой. К сожалению, ничего важного по делу она не смогла сообщить. И опрос воспитателя в садике ничего не дал. Туманова слушает. Вы уже давно должны были разослать эти ориентировки. У нас что, один Пинтер в отделении? Я буду на месте через час. Катя. Катя, успокойтесь, пожалуйста. Катя, давайте мне ключи я поведу. Макс отписался. Они распечатали ориентировки с фотографией Вани и прочесывают район. Господи. Что случилось? Машина сбила ребенка. Мальчик без сознания. В больнице. Ни имени, ни фамилии и возраст не указан. Тоже мне репортер. Номер больницы есть? Да, есть. Нужно ехать туда, выяснить.